здравствуйте дорогие друзья время летит невероятно мы недавно начали с вами этот марафон и уже практически треть его прошла сегодня мы с вами начинаем новую часть она небольшая но с очень серьезными темами часть которая называется эгоизм и самоуважение разные такие понятия правда от одного мы хотели бы бежать от эгоизма самоуважение конечно же это необходимо ну давайте и про это самоуважение и поговорим сегодня 28 марта что такое самооценка это объективная оценка человеком себя как внутренне положительного или отрицательного до какой-то степени то есть у человека бывает плохая самооценка бывает хорошая самооценка бывает дискредитирован к это разрушенная да вот бывает вполне себе здоровая самооценка запомним внутренние ощущения что же формирует вот это внутреннее ощущение еще она состоит первое это эмоциональное то какие чувства вы к себе испытываете мы еще затронем конкретные эти чувства дальше это ощущаемая компетентность насколько успешно вы справляетесь с важными сферами жизни по собственному мнению ты понимаешь какую-то сферу это вопрос там профессиональный вопрос каких-то навыков то или вкус вкусник творческий допустим ощущаемая компетентность есть еще самоуважение основывающиеся на свершениях когда мы вспоминаем свой опыт допустим у ребенка может быть подростка не супер там богатый мир но просто взял прислушался и на уроке труда сделал какой-то предмет вот он руками это сделал и у него получилось как вы думаете ощущать себя он как будет или оценивать себя как будет ну конечно же выше а если у него таких достижений все больше и больше физическим трудом начинает себя уважать почему что он реально что-то сделал он не выдумывает у него не выдуманная или раздуваемая самооценка нет у него самоуважение основывающиеся на свершении давайте еще раз назовем эмоциональная ощущаемая компетентность и свершения или жизненный опыт теперь в деталях а как развивать чувство самоуважение первая забота о чувствах других более того это для христиан крайне необходимо важно иначе вы не выполните заповедь иисуса христа знать кого он сказал во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступаете с ними если вы хотите уважение или чтобы ваши чувства не страдали у вас оценка понимание себя уважение себя вот все так гармонично значит вы будете что делать заботиться о чувствах других людей очень выдержанно добросовестность я думаю что это очень важно особенно когда касается деловых отношений и вы хотели бы платить за добросовестно выполненную работу или добросовестно сделанный товар очень важно в нашем мире давайте еще раз напомню как это выражается добросовестность порождает чувство собственного достоинства людей живущих по этому принципу нет нужды держать под замком за небе не нужно следить или караулить они будут честными и верными во всякое время почему добрая совесть но это хороший рецепт еще важный момент это нравственная чистота на фоне того как мир наш разлагается вот это нравственная чистота крайне нужно теперь представьте если не хватает сколько у нас людей с плохой самооценкой и как они пытаются эту самооценку компенсировать как-то задавить всякие угрызения совести и прочее нравственная чистота позволяет ценить себя на фоне разлагающегося общества не опускаться на уровень ниже самостоятельность это тоже качество которое мы наблюдаем в детях на когда они начинают что-то делать сами они обретают уверенность они становятся более смелыми право собственности замечательный тезис он кажется не всегда очевидным но смотрите когда мы чем-то обладаем и распоряжаемся мы тем самым начинаем понимать или воспринимать себя как владыки как управители божьи вот имущество право собственности она позволяет обрести чувство собственного достоинства бедный человек по замыслу господнему в еще в израиле ему давался шанс он мог приобрести это чувство собственного достоинства на основании прощения долгов он впал в долговую какую-то кабалу в субботний год он получал прощение в юбилейный год тоже особое прощение особые преференции также когда имущество разделяется и кто-то обретает либо по наследству либо в результате благотворительности это человеку позволяет несколько вот так воодушевленнее смотреть на жизнь на жизни на самого себя и конечно же развивается чувство самоуважения от влияния духа божьего мы не должны вот эту идею отметать бог действует на нас он нас оценивает он рассказывает что он нас возлюбил что он нас делает богами что он создал нас по образу и подобию что он дает нам вечность что он дарует нам престол ну там все все награды спасенным от земли но разве это не воодушевляет нас давайте запомним но к сожалению нужно быть предупрежденными о том как разрушается чувство самоуважения раздражительные или поспешные бездумные слова этому способствуют порочные привычки назовем конкретные детали или еще более плохие там неизменные пороки они даже в светском обществе обсуждаются осуждаются как пример я сейчас процитирую и наверное кто-то это мог наблюдать когда воспитывал детей некоторые дети имеют уже сложившиеся нравственные понятия но общаясь со сверстниками занимающимися мастурбации тоже втягиваются в этот порог они становятся угрюмыми раздражительными завистливыми конечно они могут продолжать как-то относиться к богослужению и не становятся безбожниками но из-за этого греха они начинают страдать от угрызений совести считают себя гадкими теряют чувство собственного достоинства и из отсутствует этого самоуважения позволяют себе и другие пороки мы сейчас говорим о грехе рукоблудия который осуждается священным писанием да и в целом является очень низменным пороком есть еще более хитрый порок не такой как бы очевидный когда человек слишком много проявляет жалости к себе елена вайт говорит так никогда не поддавайтесь чувству будто вас не ценят и ваши усилия не находят признание что ваша работа слишком трудно себя всегда нужно сравнивать с иисусом христом пусть воспоминания страдания христа ради нас заглушают любое проявление ропота с нами обращаются лучше чем с нашим господом вот этот тезис очень важен не нужно проявлять жалость к себе это излишне когда к нам нам сочувствует или когда есть объективные условия когда любой человек на вас глядит и видит что да у вас проблема переживания ну сопереживаю сострадаю пожалейте меня это может быть в определенные моменты жизни но даже иисус неся крест это просил не с ним не плачьте жены иерусалимский дочери иерусалима плачьте о себе и о детях своих иисус пытается переключить вот вот он лично проживая страдания не хочет жалости чтобы ему жалея себя вдруг не отречься от миссии поймите вот это вы высокое убеждение иисуса христа и нам тоже самое нужно а если начнем себя жалеть мы миссию потеряем мы свои задачи благородные все растеряем также на разрушение чувства самоуважения влияет недоверие недоверие равнодушие влияние извне вот эти все факторы пусть нас сегодня делают более бдительными уважаем себя чтобы это самоуважение не стало пороком мы еще об этом поговорим поэтому завтра встретимся новой теме